Владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте эта кровь омыла всю вселенную. Много об этой крови любомудрствует и блаженный Павел в послании к евреям. Эта кровь очистила место недоступное и святое святых. Если же ее образ имел такую силу в храме еврейском и в Египте, когда кровью были помазаны дверные косяки, то гораздо более сама истина. Эта кровь осветила золотой жертвенник, без нее архиерей не дерзал входить в место недоступное. Эта кровь поставляла во священника, она в образах омывала грехи. Если же в образах она имела такую силу, если смерть так страшилась в тени, то может ли, скажи мне, не убояться самой истины? Эта кровь в спасение душ наших, ею душа омывается. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Эта кровь излилась и соделала небо для нас доступным. Страшны поистине таинства церкви, страшен поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливавший чувственные реки. От этой же трапезы происходят источники, изводящие реки духовные. При этом источники насыждены не ивы бесплодные, но дерева, достигающие до самого неба и приносящие плод всегда спелый и никогда не увядающий. Если кто томится от зноя, пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар, потому что этот источник уничтожает засуху и освежает все попаленное. Попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Это начало. Свыше исток его там же, и оттуда он напаяется. У этого источника много потоков, которые изводит утешитель, а посредником при этом бывает сын. Не заступом пролагая им дорогу, но отверзая в нас расположение, этот источник, источник света, изливающий лучи истины, к нему стекаются и горние силы, чтобы созерцать красоту его потоков, потому что они яснее видят и силу предлежащих даров, и неприступно их сияние. Если бы возможно было, чтобы кто-нибудь вложил свою руку или язык в расплавленное золото, они тотчас озолотились бы. Точно так же и еще гораздо больше действия производят и здесь, на душу предлежащие тайны. Сильнее огня кипит и стремится река сия, но не сожигает, а только очищает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках, в закланиях, определенных законом. Она цена вселенной. Ею Христос купил церковь, я им всю ее украсил. Как тот, кто покупает слуг, дает за них золото, и потом, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос и купил нас кровью, и украсил кровью. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и прочими горними силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают облечены в самого царя. Ну сколько великое чудно это таинство, столько же верно и то, что если приступаешь к нему с чистой совестью, приступаешь во спасение, если же с совестью лукавою, в наказание и мучение, кто ест сказанное и пьет Господа недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. 1 Коринфянам 11 глава 29 стих. Если оскверняющие царскую порфиру наказываются одинаково с раздирающими ее, то что удивительного, если приемлющие тело Христова с нечистой душой подвергнутся тому же наказанию, какому и те, которые истерзали его гвоздями. Смотри, на какое страшное наказание указывает Павел в словах. Если отвергающие закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то скольте к чайшему думаете наказанию, повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Евреям 10 глава. Будем же возлюблены, внимательны к самим себе, наслаждаясь такими благами. И если родится в нас желание сказать что-нибудь срамное, или заметим, что нами обладевает гнев, или другая какая страсть, подумаем, чего мы удостоены, какого получили духа. Такая мысль обуздает наши безумные страсти. В самом деле, доколе мы будем привязаны к настоящим вещам, доколе не восстанем, доколе будем не родить о своем спасении, помыслим, чего нас удостоил Бог, возблагодарим, прославим Его, а не верую только, но и самими делами, чтоб сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбии Господа нашего, Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присна, и во веки веков. Аминь. Беседа на Евангелие от Иоанна. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите, благословим для героев Господней, Бога Господь явися нам. Причастники, молимся, верую Господи и исповедуя, ка ты и сего истину Христа, Сын Бога живаго, причей дымер грешный, спасти от них же первой, и есть массы, еще веруя, ка сей самое причистое тело, та самая честная кровь твоя. Молю, все оба тебе, помилуй меня, прости мне вся прегрешение, мое вольное, невольное, же в слове, же в деле, же вение и невение. Из-под у меня сужденной причастицы, причистое твои таинства, оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечеря твоя тайная, не сын и Божий, причастниками оприми, не по врагам твоим тайну повем, не лап заняти бедам, яка Иуда, но коробойник исповедуйте, помени имя Господи во царстве твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистое твои таинства, но во исцеление души и тела. Аминь. Вечер. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok